Петр Порошенко призвал глав парламентов стран ЕС ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также президент поблагодарил их за помощь Украине и отметил важность европейской солидарности для обеспечения мирного процесса. Петр Порошенко призвал усилить поддержку нашей страны на пути реформ, расширить экономическое и военно-техническое сотрудничество. Глава государства отметил необходимость принятия срочных мер для избежания гуманитарной катастрофы на Донбассе и подчеркнул, украинская власть делает все для восстановления мира, придерживаясь режима прекращения огня в соответствии с минскими договоренностями. Это очень важная дата подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также синхронная ратификация с Европейскими парламентами. Я думаю, это было бы ключевым моментом для украино-европейских отношений, если бы все ваши парламенты ускорили рассмотрение этого важного документа, соглашения об ассоциации. И сегодня президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой находится на Донбассе. Глава государства посетил опорно-дозорный пункт вооруженных сил Украины в районе города Курахова в 32 километрах от Донецка. Глава государства провел короткое совещание с руководством Министерства обороны относительно готовности вооруженных сил к зиме и обеспечения теплой одеждой, пообщался с солдатами и офицерами. И кроме того, Петр Порошенко сообщил об увольнении Сергея Таруты с поста главы Донецкой облгосадминистрации и назначение на эту должность Александра Кихтенко. На должность главы Донага Тарута был назначен в марте этого года. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Украина не допустит проведения нелегитимных выборов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин совместно с главой МИД Германии пресс-конференции в Берлине. По его словам, в Донецке и Луганске будут проведены местные выборы в рамках общеукраинского политического процесса. Именно они определят с правовой точки зрения представители местной власти, которые возьмут на себя ответственность за ситуацию на Донбассе. Германия и Франция могут предоставить беспилотники для мониторинга ситуации на востоке Украины. И сейчас этот вопрос рассматривается в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштейнмайер. Страны и члены ОБСЕ решают, могут ли предоставить свои беспилотники, которые есть в распоряжении их вооруженных сил. В частности, к этому готов Бундесвер. Официальная реакция ОБСЕ пока нет. По словам главы немецкой дипломатии, для получения летательных аппаратов Украине необходимо выполнить ряд правовых процедур. Я рассматриваю скорейшую передачу дронов со стороны Германии и со стороны Франции как очень важное вложение в дело прекращения огня. И мы готовы обеспечить эффективное базирование, эффективную защиту в Украине и максимально эффективное содействие миссии для наших друзей и партнеров. Ситуация на Донбассе весьма неустойчива и может существенно ухудшиться в ближайшие дни. Такое опасение высказал заместитель генсека НАТО Александр Виржбоу. По его мнению, объявленное перемирие не соблюдается. Он подчеркнул, что выполнение имидских соглашений должно осуществляться в целом, а не выборочно. Россия продолжает незаконно поставлять технику и военных на Донбасс, а боевики не прекращают нападение на Донецкий аэропорт. Все это нагнетает ситуацию. Александр Виржбоу призвал Россию разъяснить террористам, что не поддерживает выборы, запланированные именно 9 ноября. Они будут нелегитимны, поскольку противоречат Минскому протоколу. Тем временем боевики продолжают нарушать достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня. Во время атак террористы преимущественно используют минометы и стрелковое оружие, и все реже стволовую и реактивную артиллерию. По данным СНБО, наибольшее количество обстрелов и атак зафиксировано на позициях вблизи Дебальцева и Счастья. За минувшие сутки ранения получили семеро украинских военнослужащих. Потерь среди силовиков нет. Защитники Донецкого аэропорта в очередной раз отбили штурм террористов. Бойцы Нацгвардии отразили попытку российских наемников окружить блокпост вблизи Углегорска. С территории Российской Федерации продолжается заезд в Луганскую область наемников, которые прошли подготовку в учебном центре Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в Ростове-на-Дону. По оперативным данным, за последние двое суток на территорию Украины зашло около 40 автобусов с наемниками. Также вчера ночью с территории России в Украину в районе Успенки Донецкой области зашла колонна военной техники в количестве примерно 30 единиц и проследовала в направлении населенного пункта Комсомольская. Движение колонны отслеживается. Накануне из плена боевиков освободили 10 украинских военных. Среди них один офицер, сообщает в СНБО. Ранее министр обороны Украины Валерий Гелетий сообщил о 224 военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в заложниках у террористов. Обмен с заложниками и военнопленными предусмотрен минскими договоренностями от 5 сентября. На Донбассе погибли более 4000 российских военнослужащих. Такие данные обнародовала российская правозащитница, основательница группы «Груз-200» в Facebook Елена Васильева. По ее данным, тела погибших вывозят из Украины в Россию грузовики из так называемого ГУМ-конвоя. По словам Васильевой, пока они идут по нашей территории, волонтеры сообщают о продвижении таких машин, а как только они подходят к Ростовской области, исчезают. Она подчеркнула, что Кремль скрывает официальную информацию о погибших в Украине российских военнослужащих. Кроме того, Васильева также утверждает, что солдаты федерации стали отказываться воевать в Украине. Правительство безотлагательно примет персональное кадровое решение после вступления в силу закона об очищении власти. Об этом премьер-министр Арсений Ценюк заявил на заседании Кабмина. По его словам, во всех министерствах создадут подразделения по проверке кадров. Вместе с тем, сегодня Кабмин поддержал процедурные решения, необходимые для реализации закона. Тему продолжит Анна Каменева. Лучше поздно, чем никогда. Украина нуждалась в законе иллюстрации более 20 лет. Чиновники все это время были безнаказанными за свою незаконную деятельность. Ведь могли договориться с любой властью, рассказывает премьер. Зашел, позвонил, договорился, заплатил. Даже при мне некоторые проскакивали. Хорошо, что мы быстро исправляли ситуацию и их увольняли. Теперь же страна полностью очистится от таких чиновников. В первую очередь под трудовую безоговорочную иллюстрацию попадут судьи, прокуроры и представители правоохранительных органов, которые принимали неправомерные решения во время революции достоинства. Также пролюстируют и высокопоставленных чиновников режима Януковича, которые были на должностях больше года. Их уволят в течение 10 дней после вступления в силу закона. Левочкин, Клюев, Вилкул, Бойко и другие бывшие чиновники, как те, что попали под признаки закона, не будут иметь право занимать государственные должности в течение следующих 10 лет. Однако в законе есть лазейка. Такие чиновники могут попасть в законодательный орган. Разного рода лица с сомнительной репутацией рвутся в Верховную Раду Украины, поскольку закон не распространяется на выборные должности. Поэтому понятно, что они будут искать убежище в стенах Верховной Рады Украины и прикрываться значками народных депутатов Украины. Здесь необходима мудрость украинскому народу при принятии решений, за кого и как голосовать. Все остальные госслужащие пройдут имущественную иллюстрацию. Этим вопросом займется специально созданный департамент при фискальной службе. Он проверит декларации чиновников о доходах и расходах на предмет их соответствия с реальностью. Контролировать процессы очищения власти будет общественный совет, созданный при Минюсте. Весь госаппарат планируют проиллюстрировать в течение двух-трех лет. А вот новых сотрудников будут искать среди молодых профессионалов на открытых конкурсах. Анна Каменева, Александр Котельников, БТБ. Национальный банк Украины продолжает стабилизировать валютный рынок. В частности, через валютные аукционы и интервенции для подкрепления банковских касс. Во время вчерашней интервенции НБУ удовлетворил заявки банков почти на 80%, продав более 99 миллионов долларов США. Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, по результатам двух недель НБУ фактически продаст около 562 миллионов долларов для поддержания курса. Вчера на пополнении касс 54 банков НБУ продал более 99 миллионов долларов. Сегодня же под клиентские контракты сумма интервенции составила 200 миллионов. По словам первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука, использовав такой механизм, регулятор уже через несколько недель планирует полностью удовлетворить спрос населения на иностранную валюту. Тем более, что банки, принимающие участие в торгах, находятся под неусыпным контролем. Проверки банков и проверки обменных пунктов, купивших у нас валюту на валютных аукционах или во время интервенции, происходят почти ежедневно. НБУ намерен применять строгие меры ко всем банкам и неванковским финансовым учреждениям, которые нарушают правила продажи валюты населению. Их даже могут лишить валютной лицензии, если будут выявлены серьезные нарушения. Вчера мы совместно с МВД проверили 21 обменный пункт и кассы банков и выявили около 6 нарушений, в частности, серьезные нарушения. Мы вскрыли три конвертационных центра. Писарук отметил, валютные интервенции – эффективный инструмент, который используется во многих странах. По его словам, объемы рынка незначительны, поэтому на размерах золотовалютных резервов они не отразятся. Однако для окончательной стабилизации рынка необходимы в первую очередь структурные реформы и восстановление экономики. В частности, ход реформ обсуждается на переговорах делегации Украины во главе с председателем НБУ Валерией Гонтаревой и руководством Международного валютного фонда. По словам Александра Писарука, уже очевидно, что программа сотрудничества с МВФ требует корректировки, поскольку со времени ее подписания экономические обстоятельства в Украине изменились. Я не могу сказать вам на сегодняшний день, на какую сумму конкретно будет увеличена эта программа, и будет ли вообще увеличена, потому что это предмет переговоров. Но у меня есть определенная надежда и ожидание, что программа будет увеличена на достаточную сумму, чтобы сбалансировать наш платежный баланс. Ситуация в стране понятна, и у нас есть определенное понимание с МВФ о том, что мы должны делать вместе. Пересмотр программы может состояться уже в конце этого месяца, уточнил Александр Писарук. И добавил, учитывая эффективность мер, которые сегодня применяет Национальный банк, стабилизации валютного рынка можно ожидать уже до конца этого года. Наталья Пругар, Александр Грыбань, БТБ. В Украине осталось около 1200 объектов, в которых можно разместить переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада по правам человека Валерия Лутковская. На сегодня общее количество временно перемещенных лиц составляет почти 400 тысяч человек. И каждый день эта цифра увеличивается. Только за одни сутки вынужденными переселенцами стали около 10 400 человек, отметила Лутковская. И многие из тех, кто покинули свои дома, нуждаются во временном размещении. Также Омбунсвенд подчеркнула необходимость принятия закона о защите прав внутренних перемещенных лиц еще нынешним составом парламента. Россия ради спасения рубля тратит миллион долларов в минуту. Об этом пишет газета «Новое время». На фоне ускорившейся девальвации российского рубля Центральному Банку Федерации все сложнее поддерживать на плаву курс национальной валюты. Позавчера было израсходовано полтора миллиарда долларов. Это абсолютный рекорд. Таким образом, в течение суток российский регулятор тратил по 62,5 миллиона долларов в час. То есть более миллиона долларов в минуту. Центробанк России совершил 3 октября крупнейшую интервенцию. С начала аннексии Крыма 980 миллионов долларов из национальных резервов. На фоне экстремального падения рубля россияне стали все активно искупать валюту. Некоторые банки уже заявляют, что испытывают дефицит долларов. Далее смотрите программу «Национальный интерес». Речь будет идти об историческом аспекте отношений Украины и России. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова